Собственно, сама тема, о которой мы сегодня будем говорить, она у меня, например, вызывает очень много и профессиональных, и не только профессиональных эмоций, поскольку она находится, естественно, в центре внимания самой профессии и, как мне кажется, между такими четырьмя полюсами. Один из этих полюсов, естественно, нормативный, поскольку мы имеем дело с территориальным планированием, как с процессом, который очень сильно регламентирован, существуют документы территориального планирования, существуют полномочия органов государственной власти, муниципалитетов по этому поводу, много споров, насколько это правильно, неправильно, градостроительный кодекс, который регламентирует этот процесс и так далее. На противоположном краю находится проективная, проектная деятельность, которая в той или иной степени, собственно, в прямой степени наполняет этот процесс содержанием. Это уже другое совершенно сознание, ненормативное, проектное, которое должно укладываться в прокрустного ложа вот этой нормативной логики. Есть другая ось, есть ось некого естественного хода событий, развития системы расселения, и она в основном среди профессионалов представлена теми, кто занимается исследованиями, где авторской позиции меньше, гораздо больше позиции именно исследовательской, которая с огромным уважением и деликатностью относится к естественному ходу событий. Этот полис уравновешивается, что ли, такой абсолютно творческой деятельностью, в том числе и в области образования, которая связана с размышлениями о том, что будет через много десятков лет. Она такая гораздо более авторская и конструктивистская, конструктивистская не в смысле стиля архитектурного, а в смысле подхода. И вот между этими четырьмя полюсами существуют колоссальные различия с одной стороны. С другой стороны, в сознании любого профессионала эти четыре полюса присутствуют и как-то находят примирение. И мне кажется, вот наша сегодняшняя дискуссия, она так или иначе будет касаться и каждого из этих полюсов. И, собственно, вот я от нее жду каких-то очень интересных результатов. Я хочу представить участников нашей сегодняшней дискуссии. Это Александр Андреевич Скокон. Он, собственно, представляет здесь НЭР непосредственно, поскольку участвовал в создании этого замечательного профессионального клуба и движения и теории. Он человек невероятно известный, естественно, и в России, и в мире архитектор, член-корреспондент Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, академик Международной Академии Архитектуры и основатель, руководитель Архитектурного Бюро Остоженко. Павел Маркович Полян, доктор географических наук, историк, сотрудник Института географии Академии наук и высшей школы экономики. Павел Маркович Полян, помимо того, что он занимается системами расселения и географии, написал много книг интересных на эту тему. Он еще и знаменитый мандельштамовед. Его псевдоним Павел Нерлер. Он возглавляет в высшей школе экономики Центр исследования Мандельштама. Те, кто знает Мандельштама хорошо, видимо, прекрасно знают и Павла Марковича, поскольку ни одна практическая публикация не обходится без его предисловия, разбора и так далее. И Павел Маркович также является автором многих книг и исследований по насильственным миграциям, переселениям. И это еще одна из фантастически интересных тем, очень трагических и тем не менее невероятно интересных с точки зрения истории и географии. Борис Владимирович Левянт, архитектор, профессор Международной академии архитектуры, член Союза московских архитекторов, руководитель и генеральный директор компании ABD Architects. Недавно с ним выступали на одной из конференций. В этом смысле он и мой коллега по различным методологиям, связанным с использованием бигдаты в архитектуре и градостроительстве. Павел Чистяков, эконом-географ, вице-президент Центра экономики и инфраструктуры. И, естественно, Глеб Витков, которого вы все прекрасно знаете, декан факультета городского и регионального развития высшей школы экономики. И архитектор, и градостроитель, и одновременно еще и практикующий архитектор, градостроитель в компании «Новая земля». Возможно, сейчас уже и нет, но тем не менее. Спасибо большое. Я хотел бы предоставить слово сейчас Александру Андреевичу для вашего вступления и презентации. Пожалуйста. Спасибо. Ну, надо сказать, что для меня эта история не столько научная, теоретическая, сколько вполне личная, потому что это просто часть моей биографии. С Гутновым я проработал вместе 20 лет, с Невом я познакомился в 1966 году и так далее, и так далее. И надо сказать, что, в общем-то, для меня это как бы прочитанная и закрытая книга уже давно. Ну, если так пытаться хронологически вспомнить, когда это все закончилось, наверное, это закончилось где-то в конце 60-х, в начале 70-х. Время вообще интересное, потому что тогда, если как бы мы неумолимо двигались вперед, и как бы эта машина времени работала, то где-то в это время она сломалась, машина времени, и как бы мы перестали с энтузиазмом смотреть вперед в это самое будущее, которое нам казалось и неизбежным, и неумолимым. Если кто-то помнит, на площади Маяковского, когда выходили из метро напротив стоящий дом, где кинотеатр Москва, там сверху была надпись «Победа коммунизма неизбежна». И никто, в общем, даже не вздрагивал, как бы читая эту надпись, потому что это было дело привычное. Всего лишь это значило, что это все было похоже на поезд, который как бы вышел из пункта А. Пункта А это было, значит, 25-го, 11-го, 17-го года, да? Пункт Б был как бы точно неизвестен, когда это случится, но то, что он случится, было абсолютно ясно. Дорога была прямая, ясно, весь вопрос был только в том, как долго мы будем приближаться к этому самому будущему, то, что оно будет, то, что оно настанет, не вызывало никакого... В общем, где-то в конце 60-х это время такого ожидания будущего закончилось, наступили какие-то другие настроения, наступило время, в общем, достаточно скучное, и следующие 20 лет, то, что потом называлось застоем и так далее, и так далее. Но я к тому, что, в общем, и вся эта история с Нэром была забыта, и все люди, которые этим занимались, они занялись другими делами, в том числе и я. И если бы не встреча с Александрой Гутновой, которая, я уж не помню, год или два назад сказала, что вот есть идея как бы сделать выставку, сделать книгу и вообще вспомнить всю эту историю, то я бы, наверное, и не вспомнил об этом, но после того, как она сказала, значит, пришлось вспоминать, что это было, зачем это было, какое такое будущее, зачем будущее и так далее, и так далее. Вот. Вот. Мне кажется, еще что, да, и почему люди вот этим всем занимались? Потому что будущее, ну, настоящее в 60-е годы, оно, с одной стороны, было довольно серое и, в общем, скучное, но, с другой стороны, происходили все время события, которые как бы будоражили, потому что только что прошло оттепель, полетели реактивные самолеты, которые мы там можем увидеть в кино, но, значит, полетели люди в космос и так далее, и так далее, все время что-то происходило, и было ощущение, что будущее, оно действительно где-то рядом. И люди жили как бы вот этим ощущением будущего, и будущее, если хотите, оно было даже более реально, чем настоящее. И люди как бы из настоящего уходили в будущее. То есть это был один из формов, из форм такого побега от настоящего, такой эскейп. Ну, многие по-разному уходили, кто-то там, я не знаю, кто-то в алкоголь, кто-то наркотиков тогда не было, но кто-то становился диссидентом, а кто-то уходил в будущее, потому что это тоже был побег. И будущее, в отличие от настоящего, где все было ясно, детерминировано, жестко и, в общем, неинтересно, будущее – это была такая территория свободы, потому что при всем при том, что у государства все было как бы очень жестко расписано, будущее – это, в общем, у государства не было монополии на будущего, не было монополии на образ будущего. И поэтому люди вот с удовольствием как бы посвящали массу времени вот поискам, не знаю, исследованиям, там, рисованием, воображением этого будущего. Надо сказать, что это занятие отнимало довольно много времени, никто, конечно, за это не платил и так далее, и так далее. Но, тем не менее, никаких запретов на этот уход в будущее, тем не менее, не существовало. Несмотря на то, что НЭР был, в общем, таким коллективным действием и событием, и разные люди в нем участвовали, они как бы подпитывали друг друга, это было то, что теперь называется синергия, мне кажется, что, ну, лично для меня, я ни с кем это не обсуждал, это мой личный опыт и ощущение, что было три самых главных, важных человека в этом НЭРе. Это был, конечно, Алексей Гутнов, безусловный лидер, лидер вообще, что называется, по жизни. Был Лежава Илья, романтик, фантазер, там, я не знаю, в общем, замечательный человек. Как жалко, что он буквально несколько месяцев не дотянул, и что его сегодня нет с нами. Потому что я уверяю, что если бы он был, то все, что вот здесь происходит, это все было бы гораздо интереснее. И, наконец, был еще один человек, Андрей Бабуров, который вообще для меня был очень важен. Вообще же вся эта история НЭРа, как мне кажется, распадается на несколько этапов. Был НЭР-1, это диплом коллективный, где еще участвовали люди, которые, значит, и Садовские, там, и Три Девушки, и Звездин. Был НЭР-2, это первая книга. Был НЭР-3, это, наверное, Миланская Триенали. Потом был НЭР-4, это вторая книга. А дальше было как бы два пост-НЭРа. Значит, пост-НЭР это Гутновский, пост-НЭР это Лежавы. Все остальные, в общем, занялись своими какими-то другими делами. Значит, я оказался в ореоле Гутновой и, в общем, долго еще с ним работал. Вот. Значит, что такое город будущего для Лежавы? Для Лежавы, мне кажется, это в первую очередь некий путь. Это некая линейная структура. Я думаю, если вспоминать, откуда вообще эта идея Руслова, мне кажется, это лежало. Потому что где-то вот перед дипломом, насколько я знаю, он совершил путешествие по Транссибу с компанией молодых студентов. Они где-то там ехали на крышах, там еще что-то. В общем, это было романтическое и интересное путешествие. И тогда он, очевидно, понял, что такое вот эта Россия. Что такое вот эти восемь или сколько-то там тысяч километров. И дальше для него вот как бы НЭР – это вот путь, это дорога, это линейная структура, обустроенная городами НЭРами. Эти города – это, в общем, такие станции, как была станция Критова, где они собирались сделать этот самый диплом. Вот. И каждый НЭР, это был, в общем, такой самостоятельный организм самодостаточный. И у Лежавы был такой образ корабля. То есть корабль, огромные корабли, лайнеры, которые сейчас плавают, которые, значит, это целые города, которые плавают, да, где живут там много тысяч людей, абсолютно самостоятельные и так далее. Вот каждый НЭР для Лежавы – это был вот такой город-корабль. Надо сказать, что это у него тоже еще очевидно с детства, потому что, насколько я знаю, его детское увлечение, он собирал корабли в бутылки. Такие китайские занятия. Значит, для него корабль – это было какое-то, в общем, сокровенное существо. Вот. Что касается Гутнова, то для Гутнова, мне кажется, НЭР был это скорее процессе движения к этому желаемому, идеальному, правильному будущему. Даже не столько к будущему, сколько к разумно, правильно организованной действительности жизни. Перекликаясь с модными в то время методическими студиями, он говорил вообще о методике процесса. Методике процесса формирования и развития города. И поэтому так естественно и органичен был его переход в 70-е и 80-е годы от города будущего к городу существующему и городу прошлому, к историческим городам и к Москве вообще как к реальному большому организму. Был еще третий замечательный, очень свободный и независимый человек, может быть, даже тот, кто первый среди них сказал вот это самое первое слово «город будущее». Это Андрей Бабуров, человек, который знал массу ненужных, в кавычках, вещей, с которым можно говорить о Фолкнере, о Прокофьеве, о Каутплейне, о Старом Городе и еще о многом другом, совершенно необязательном и не вытекавшем из происходившего вокруг. Бабуров, может, и был человеком из своего будущего, который мог многое про него рассказать. И поэтому очень важно, что он был, хотя сейчас трудно сказать, что именно он сказал и что именно он сделал, но он был одним из тех людей, без которых как бы все вокруг было бы несколько иначе. И еще надо сказать, что Бабуров, в отличие, хотя они все, конечно, ребята были такой западной ориентацией, но Бабуров, возможно, был в большей степени западник из них и всех. А город будущего по разным причинам не случился. То есть будущее, конечно, наступило, по крайней мере, 18 лет назад, потому что если тогда бы нас спросили, а когда это будущее наступит, мы уж точно сказали, ну уж в 2000-м это будущее точно наступит. Значит, уже 18 лет мы живем в будущем, во всяком случае люди моего поколения. Но ничего как бы такого сверхъестественного особенного мы, надо сказать, не заметили. Да, произошло масса каких-то, я бы сказал, таких технологических изменений, да, усовершенствований. Ну, как, скажем, полетел самолет Ту-104 тогда в конце 50-х годов со скоростью 900 км в час и французская комета. Да, так они и летают все до сих пор со скоростью 900 км в час. Никаких особых событий не произошло. Ну, в общем, тем не менее. Значит, какое-то будущее случилось. Оно не похоже на то, которое пытались тогда это люди предвидеть. Вот. Будущее. В нынешнее время можно сказать, что это время технологий, что это время не про что, а про как, если так можно сказать. И про то, что востребованы сейчас не фантазеры-архитекторы, а экономисты, юристы. И вообще, очень востребованы те, кто охраняет настоящее и прошлое от будущего. Спасибо. Спасибо большое. У меня один вопрос к вам есть по поводу вашего ощущения в то самое время. Насколько это будущее хотелось реализовать, насколько это будущее важно было пощупать собственными руками, увидеть. У меня есть такое подозрение, что вот большинство из таких очень известных архитекторов 30-х годов, городостроителей, Ахитович или Ладовский со своей параболой, или вот эта концепция линейного города и так далее, это все было совершенно замечательно ровно до того момента, пока это было евристической моделью, пока это было моделью для размышления. Но как только это становилось какой-то такой социально-инженерной концепцией, на этом как бы все ломалось, и в том числе мы видим там много примеров, и не о Ладовском речи, и не об Ахитовиче, а, например, о классическом советском микрорайоне, который был некоторой такой социально-инженерной концепцией. Насколько вот в НЕРе ощущалось вот это вот различие между евристической моделью для размышления о будущем и некой практикой, которая потом последует, и было ли это развлечение, или все-таки хотелось это сделать и увидеть? Попытаюсь ответить на этот вопрос. Во-первых, мне надо сказать, что в то время, если сейчас любое вообще прогнозирование, там любые вообще исследования, проекты, они в основном базируются на исследовании существующего положения, на статистике и так далее, на цифрах, и мы все все прекрасно считаем, и считаем в том числе наше будущее. Надо сказать, что тогда никакой статистики, в общем, официальной, которой реально можно было бы пользоваться, не было. Вот, и поэтому весь этот НЕР, и все, что тогда было придумано, и все, что вы видите наше, это чисто образное вообще мышление, это чисто образное представление. Можно сказать, что это наивно и, в общем, даже смешно, но мне кажется, вот то, что это сейчас случилось 50 лет назад, вот то, что мы об этом вспомнили, то, что есть эта выставка, то, что есть этот семинар и так далее, мне кажется, что это опять вводит, ну, как бы в наш такой оборот, обиход, вот это представление образное. Мне кажется, что вспомнить о НЕР важно и полезно, может быть, сейчас для того, чтобы у нас появилась еще одна точка отсчета, еще один критерий для оценки, как бы, нашего будущего, то есть, извините, нашего настоящего, в котором мы живем, знаете, для того, чтобы нам, ну, как бы, лучше его понимать. Я вот несколько лет назад, люди из генплана меня поправят, состоялся очередной генплан Москвы, и все говорили, это да, это очень умная работа и так далее, как-то он назывался, то ли генплан возможностей или еще что-то, но много тогда говорилось о том, что это да, это очень хорошая работа, но у нее нет никакого образа, она не давала никакого образа, и поэтому никто, в общем, его не понимал. Значит, тогда был, естественно, другой уклон, мы давали только образ, но никаких, как бы, реальных путей к достижению этого образа мы не давали, не знали, поэтому, в общем, никто и не удивляется, что случилось что-то другое. Спасибо большое. Павел Маркович Полян, пожалуйста. Спасибо. Ну, как бы формат нашей встречи очень подходит к тому состоянию, в котором я к ней подошел, потому что я только сегодня ночью прилетел, и какого-то систематического вклада в общую дискуссию не готовил, не успел приготовить, и могу только вот действительно на уровне полуимпровизации, вспоминая то, что слишком хорошо знаю, и то, что для сравнения я подобрал, знал к сегодняшнему дню несколько хуже, поскольку сам этим не занимался и подзабыл. С одной стороны, могу попробовать внести свой вклад в этот общий, по-моему, тем уже замечательный, что он действительно междисциплинарный заход, и хочу перед этим такое сентиментальное сделать, как бы, сказать, такую ремарку. Вот мне, моя жизнь связана, сказать, очень тесно с архитектурой, сколько с архитекторами. Я женат на архитекторе, да, сказать, вот много десятилетий. Мои лучшие друзья архитекторы, ну и художники одновременно, ученики Вейсберга. Вот, и в этом институте, в соседнем помещении, или, может, даже и в этом, потому что здесь я вот в этих стенах, я впервые много моих знакомых хороших работала, и Евгения Павловна Зинкевича, и Саша Рапопорт. В общем, мне очень приятно вот оказаться вовлеченным, при том, что я совершенно на это уже не рассчитывал. Я перешел из высшей школы экономики, сказать, где-то я на занятия именно Мандерштамом в институте географии, я тоже продолжаю работать, да еще я и в Ставропольском университете каким-то образом продолжаю работать, как географ, но для меня это в каком-то смысле было, ну, вернее, является, ну, каким-то, ну, очень важным, сказать, почти всю жизнь у меня на это ушла, сказать, ну, каким-то прошлым, поэтому вот этот вот стык прошлого, будущего и там настоящего, который тоже является предметом нашей дискуссии для меня, вот, и то, что меня сюда позвали, ну, мне очень приятно, во-первых, приятно, потому что, стало быть, ну, не совсем уж это, как бы, никому не нужно, то, чем приходилось заниматься, а я вот на прощание, как бы, с профессией, да, сказать, вот выпустил маленький двухтомничек, таких, где брошу своих трудов, значит, вот в области географии и смежных дисциплинах, но не истории, и психологии, разумеется, и как раз то, о чем мне было предложено, с чем выступить, значит, оно как раз очень близко было к той профессиональной моей деятельности в Институте географии, который, ну, вот я вместе с Георгием Михайловичем Лапо ассоциируюсь с концепцией опорного каркаса расселения. Да, я ее вместе с Георгием Михайловичем предметно разрабатывал, разрабатывал методики делимитации ее элементов и узловых, если, кстати, можно, я вот там, есть какая-то презентация, если вы можете ее в режиме так вот крутящемся запустить, то запустите, потому что я не буду к ней апеллировать, я о другом лучше скажу. Если у вас есть такая техническая возможность, запустите, там кадры менялись бы, да, запустили, и хорошо. Вот, а я говорить буду несколько о другом. Значит, вот мы занимались городскими агломерациями, мы занимались, и, значит, тоже нужно было разработать методику ее делимитации, Георгий Михайлович основные вещи, имел какое-то очень отчетливое представление, и на уровень методики, который может повторить каждый, кто бы ни взял в руки эту методику, приходило, значит, вот мне это все доформализовывать. Вот, и это все было узловые элементы опорного каркаса. Потом, поскольку опорный каркас состоит из линейных элементов, соответственно, и линейные элементы, магистрали, полимагистрали. Вот, но для меня это было частью куда более широкого контекста. Я ученик Майергойза, и теории территориальных структур, которую Исаак Моисеевич разрабатывал последние годы жизни, ну, просто это стало его, как бы, вот он вышел на это плато, на вот, на этот вот такой Тибет, да, сказать, и стихийно, так сказать, вот просто эмпирически на него вышел, не как какой-то методолог или еще кто-то, а просто вот общаясь в богатейший жизненный эмпирический опыт, накопленный на бигдата того времени, там, по Сталинграду, по Украине, по Чехословакии, особенно по Чехословакии. Статистика по Чехословакии была тогда у него гораздо лучшего качества, чем любая, какой можно было бы попросить своих знакомых по Советскому Союзу. Вот он выработал эту теорию, не выдаюсь в эти подробности. И вот как раз занятия опорным каркасом расселения были для меня важным еще в том отношении занятием, поскольку я понял, что этот самый опорный каркас расселения является одной из территориальных структур, типологически принципиально автономных территориальных структур, наряду с другими, которые выделил Майергойз, вот как бы встраивание опорного каркаса как концепции в более общую семью территориальных структур и более общую теорию Майергойзовскую, это то, к чему тоже по ходу этих занятий я пришел или мы пришли с Георгием Михайловичем. У нас были очень и продолжаются очень тесные коллегиальные и дружеские отношения. А вот почему мне было особенно интересно получить вот это приглашение? И да, параллельно шла какая-то другая жизнь. Параллельно мы этим занимались, и однажды мы были атакованы, очень сильно были атакованы Борисом Сергеевичем Хоревым, там некоторыми его коллегами из Питера, Агафонов, Лавров, не помню. Кто-то еще, значит, вот была такая статья в известиях географического общества, кажется, там в 1982 году, которая как-то так очень агрессивно называлась, ну, прямо как можно было чувствовать себя генетиками, так сказать, атакованными Лысенко. Нас в этой статье называли аглоцентристами, ультраурбанистами, как только ни назывались. Ну, Борис Сергеевич Хорев, человек очень специфический, в общении таком личном, крайне малоприятная фигура, но здесь мы не об этом, а о том, вот как бы, он тоже был по-своему последовательный, так сказать, вот недаром он какую-то из коммунистических партий доорганизовывал, когда там был кризис в этих партиях. Но, как бы, методы, которыми он попытался решить эту проблему, а проблему я вам сейчас скажу, и потом я скажу о том, что все это значит, помимо вот этой вот какой-то возни, слава богу, что я могу сказать об этом возне, то есть если бы это было не в начале 80-х годов, а если бы это было какие-то другие, менее, вернее, так, более мрачные времена, то эта возня могла бы плохо кончиться, сказать, для тех, кого атакует вполне. Методика и, как бы, сказать, вот такая технология была очень похожая. Ну, как бы, научная общественность дала, в общем-то, в каком-то смысле отпор, было большое, огромное заседание географического общества этому посвященное, в каком-то смысле, в нашу защиту. Нашу — это Лапо, я и еще Юрий Львович Пивоваров. То есть персонально трое мы были подвергнуты этому попытке астракизма. А на самом деле ведь потом, кроме вот если отличиться от этих вот таких исторических ассоциаций и аллюзий, ведь речь шла о чем-то гораздо более существенном. Борис Сергеевич был разработчиком или там руководителем коллектива, который это разрабатывал. Некая концепция единой системы расселения, которая называлась. Смысл, который сводился к следующему. Значит, вот существует некая территориальная организация народного хозяйства. Есть районирование. Баранский, Колоссовский и так далее и тому подобное. И это все проецируется в население, в расселение посредством того, что у всех этих районов есть своя какая-то населенческая составляющая. И все это вместе выстраивается в какую-то подчиненную, условно говоря, или как казалось им, подчиняющуюся и слушающуюся госплана систему, в которой есть единая система расселения, складывающаяся из этих районных, областных и так далее и тому подобное. И за всем этим стояло то представление, что всем этим можно управлять. Что можно, как можно, допустим, реки направлять, куда нужно, куда хотят большевики. Так можно, так сказать, управлять и расселением. Можно, значит, бороться за то, чтобы... Одна из последних... Единственное, что я успел посмотреть к сегодняшнему свиданию, это вот то, что Борис Сергеевич потом еще писал. Одно у него еще была... Как бы он основал Лигу борьбы с депопуляцией, если что-то такое какая-то. Судя по названию, я могу себе представить, о чем шла речь. То есть Хорев, в данном случае я уже отрываюсь от его личности, а просто вот те, кто так же, как и он, имеют себе представление об этом, схожие с ним или, ну, неважно, как бы некое такое движение, что все это поддается, во-первых, управлению, такому инжинирингу, во-первых. Во-вторых, можно, держа в руках эти вожжи, добиться того, что там, где нужно население, сколько нужно будет. Тут уже полшага до практики, правоприменительной практики а-ля депортации и так далее и тому подобное. И все, что этому противостоит, ну, скажем, представление о концентрации, о неслучайности концентрации, урбанистической, в том числе урбанизационной, точнее, концентрации в каких-то очагах, каковыми являются вот как раз узлы опорного каркаса, каковыми, в свою очередь, являются прежде всего агломерации, поскольку узлы эти бывают разного порядка, то, ну, в общем, высшие градации этих узлов все-таки агломерационные. Вот, и за агломерациями тоже стоят определенные методики, они тоже могут быть разные. У нас была такая дружеская конкуренция с ценниками городостроительства. Вот, по поводу методик делимитации, методики делимитации агломераций. Но это совсем другая, как бы. Мы были единомышленниками, но у нас были какие-то операционные, операционально разные представления о том, какой критерий ядра, какой критерий границы агломерации, это уже другое. И это все, кстати, поддавалось синтезированию вместе с Ильей Заславским. Мы в свое время такую попытку, сыном Наймарка, мы в свое время такую попытку тоже сделали и предприняли достаточно успешно. А тут совершенно действительно, и это действительно так, это не связано с тем, что Хорев нехороший, Алла-По хороший человек, никак не связано. Это действительно разные взгляды на мир. И отрицание вот этого объективного процесса концентрации населения, прежде всего городского, ну, во-первых, вообще в городах, и городского в крупных городах, в крупнейших узлах, тех процессов, из-за которых мы получили эти клички, там, аглоцентристы и ультраурбанисты, значит, это убеждение, это концепция, если ее, как бы, ею зарядить государство, то, собственно, что отчасти и было. В позднее советское время, то уже потом эти вожжи были отпущены, то вот можно многим командовать, если не в населении, то, по крайней мере, каких-то исследовательских структурах, к чему, собственно, Хорев и стремился через это. Вот, поэтому здесь я хотел сказать, что вот эти вот две, казалось бы, случайно выхваченные из какого-то многообразия подходов, концептуальных подходов к расселению, концепции, да, так сказать, вот опорный каркас расселения и единая система расселения, они на самом деле, так сказать, несли такой большой идеологический и методологический заряд одновременно, и сейчас просто мало кто это просто помнит, саму всю эту эмпирику, вот, дай бог Георгию Михайловичу здоровья ему за 96-й год, по-моему, сейчас, вот, но, в общем-то, это, вот за этим стояла определенная, определенная борьба концепции. И по самые последние, как бы, по скриптам следующие, да, вот мы сейчас находимся в интересном состоянии, да, я должен, казалось бы, радоваться и торжествовать. Совершенно очевидно, что то, чем я в этом смысле занимался, ну, в каком-то смысле победило, в каком-то смысле торжествует, сплошь и рядом слышишь, агломерация, 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 20 агломераций, там, еще сколько-нибудь. На самом деле, радоваться мне совершенно нечему, потому что те, кто так говорят и делают, значит, они понятия не имеют о том, как правило, да, сказать, то есть я имею в виду тех политиков региональных, и прежде всего, сказать, а иногда и каких-то концептуализирующих товарищей, они понятия не имеют о том, что такое агломерация, да, для них агломерация, то есть это что-то, это вообще что-то очень такое, вот, модное, прежде всего, сказать, на что можно получить какие-то ресурсы, да, как там недавно у кого-то записали, случайно у какого-то из депутатов, в его записях им оставлено, как-то было там, там, слупить бабла, или как-то так это называется, да, под это почему-то стали давать деньги, и поэтому губернаторский корпус очень ставку делает, стойку, точнее, делает на это слово, на агломерации, совершенно не понимая, что это такое, для них и череповец с Вологдой тоже агломерация, да, так сказать, вот, а у агломерации есть свои вполне определенные, так сказать, рамки и определенные, так сказать, механизмы и функционирование их нуждается в изучении, так сказать, вообще перестали их, на самом-то деле, почти перестали их изучать, потому что это требует сбора совершенно другого, как бы, вот, перехода от того описательного состояния, которым я был действительно причастен к какому-то иному, что было бы сейчас созвучно нашему времени, так сказать, он не состоялся, вот, и поэтому вот эта вот такая мнимая победа этого подхода, не означающая победу понимания того, что процессы концентрации сложные, тонкие, труднонастраивающие, но самонастраивающие, связанные с самоорганизацией нуждаются в осмыслении, в понимании, так сказать, в управлении таком деликатном, так сказать, а не таком вертикально-рубильниковом и так далее и тому подобное, этого нет, и поэтому радости от этого я не испытываю, хотя уже интересы исследовать вот эти вот извивы мыслей, условно, я условно сейчас говорю, обобщаюсь, губернаторского корпуса, на самом деле, тут и другие люди к этому причастны, у меня тоже, конечно, большое нет, вот, и, ну вот, по крайней мере, для нашего сегодняшнего разговора, может быть, вот эти вот соображения мои, какие-то мемуарности не будут лишним, если нет, не будут, то я буду рад, извините. Спасибо большое, Павел Маркович, просто хочется поддержать Ваши слова по поводу агломерации, мне кажется, что тут даже дело не только в депутатах и губернаторах, но есть и коллеги по профессиональному цеху, как Вы говорите, концептуризирующие, в особенности, как бы, со стороны экономической науки, потому что экономика, к сожалению, не видит очень многих проблем пространственной экономики, хотя там есть даже такое модное название теперь пространственной экономики, но экономику пространства они вообще, как бы, не особо чувствуют, это в целом экономический цех, и, как бы, смотрят на экономику в городе, а не на экономику города, не на экономику агломерации пространства, и то, что от самой, как бы, пространственной структуры агломерации зависит чрезвычайно много, гораздо больше, чем от того, что туда сядет металлургический завод или швейная фабрика, вот это вот как бы целая огромная история, которая сейчас развивается в наших глазах, очень трагически, на мой взгляд, развивается. И действительно с парадигмой управлять, а не в парадигме как бы устраивать диалог этих частей агломерации внутри. И в общем, да, пожалуй, это действительно в контексте НЭРа имеет смысл произнести, потому что идеология НЭРа была, на мой взгляд, совершенно другой. У меня к вам вопрос вот какого порядка. В 70-х годах, я это помню по Московскому университету, у нас на 19 этаже появлялись люди, вот как Михаил Шлапо, Вы, Григорий, нет, Липец, 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 я забыл отчество. И, значит, кто с журналом «Экистика» Дексиадиса, кто там с «Кар Актьюэль» Шандры Рада, знаменитого этого венгерского разведчика, который стал потом издателем «Карт» и так далее, советского разведчика, да. И вот эта тема расселения, особенно вот в «Экистике», она была чрезвычайно модной, чрезвычайно интересной. И там как-то удавалось находить вот этот компромисс между естественностью каркаса расселения и каким-то проектным решением. Дексиадиса в то время был замечательный проект, который, в общем-то, состоялся, это город Исламабад. Он полностью сделал генеральный план Исламабада по своей концепции вот этого фрактальной решеток, которая, с одной стороны, евристическая для размышления, а с другой стороны, он ее просто вот воплотил. Насколько, как вам кажется, что тогда вообще происходило? Почему вот Нер с одной стороны, Дексиадис с другой стороны, вы с опорным каркасом с третьей стороны? Это какая-то была очевидная волна? И насколько вы друг друга в этот момент читали, знали и комментировали? Дексиадиса читали. Ну, как бы вся его подоплека, поскольку жили и работали мы в несовместимом с Дексиадисом пространстве, умеренной свободы Советского Союза, недосвободы, знали, как бы уважали, но это не было никакой мере возможности имплементировать и построить какой-нибудь Исламабад. Ни у кого вообще, в принципе, не было, ни у какого концептуалиста. Что касается работ Гутнова, например, да, вот я их знал. Я Гутнову самого, по-моему, один раз в жизни всего-навсего видел, и мы печатались, наши книжки выходили у одного издателя, покойного Жени Пермякова, вот, и какие-то вот отголоски такие курсировали между нами. Но я хорошо знал его работы о плотности городского пространства, в урбанистической какой-то, так сказать, материи, так сказать, то, чем, из чего состоят города. И ни раз, ни два, ни три, так сказать, на них ссылался. Вот, ну, то есть определенные взаимодействия и, как бы, на уровне упоминаний, то есть, ну, как бы, восприятие того, чем занимался тогда, вот, в то время Гутнов, и, это уже позже мы были у одного общего издателя, вот, и чем занимались коллеги, вот, и кистики, да, так сказать, вот, было. Но, в общем-то, не было ведь никакой даже попытки, хотя Георгий Михайлович, тот же, так сказать, он пришел в МГУ из института как раз ценимого градостроительства, если мне память не изменяет, и Перцик из Гипрогора перешел скорости, так сказать, в общем-то, как бы, вот, люди практической сферы очень себя хорошо чувствовали в университетской среде, но никаких попыток для каких-то масштабных, или предпосылок для каких-то имплементации этих всех идей, так сказать, в каком-то реальном, условно говоря, проектировочном процессе, да, как бы, выход на уровень мост-проектов или еще чего-то такого, совершенно невозможно было себе представить, это были какие-то идущие каждый по своей ведомственной вертикальной иерархии, так сказать, процессы, с друг другом очень слабо связанные, с друг другом очень слабо сопряженные, и никто при этом не чувствовал, что это, по-моему, не ощущалось, насколько это все нехорошо, потому что, ну, а как иначе, да, вот то, что вы говорили, да, как вы, там над Москвой был вложен, над кинотеатром Москва, ну, например, да, или там учение Маркса и Ленина верно, ну, я забыл именно это место, а так-то я все помню, цитат много, там, пропом Маяковский, да, сказать, наоборот, из Маяковского цитата была на аэровокзале «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью», но подпись была «Мост-трансагентство», вот, а нет, а то еще было учение Ленина, там, Маркса и Ленина «Все сильно», потому что оно верно, вот, поэтому, ну, как бы под этими лозунгами, так сказать, не всякая трава проросла, и вот этого моста не было, как нет его, правда, по другим соображениям и сейчас, как-то тогда деньги роль не играли, и это было плохо, а играла идеология, а сейчас наоборот все, да, а результат степень, можно сравнивать по степени плачевности. Спасибо большое. Теперь слово Павлу Александрович Чистякову, эконом-географу, вице-президенту Центра экономик и инфраструктуры. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Если можно, презентацию выведите, пожалуйста. Да, если можно, еще кликер. Ну, с одной стороны, я хотел продолжить, на самом деле, ту тему, которая вот обсуждалась в предыдущих докладах, но в каком-то совершенно гораздо более, не знаю, наверное, позитивистском ключе, что ли. И, ну, начать хотел бы вот с чего. Почему, собственно говоря, видимо, Глеб попросил меня рассказать про транспорт? Возможно, потому что я как раз и есть то зло, которое влияет на этих отчасти несчастных политиков, которые говорят про агломерации. Но тут совершенно не присуждаю себе, как бы, то, что 20 агломераций или 37 там возникает. Но, тем не менее, действительно, наш центр совместно с Центром психических разработок какое-то влияние оказал на то, что, по крайней мере, это слово выучили. Но выучили плохо. Вот недавно с одним регионом работали, и там губернатор упорно говорил в прошлом году англомерации, а потом ему объяснили, что у него H2, и что на это действительно могут дать денег. И он стал говорить о агломерации, и причем не путать, они у нас не такие, как в Великобритании. Так что это, да, действительно, есть такие перекосы. Но, значит, вот где мы, наверное, наиболее продвинулись в методологической части, в методической части даже, это анализ влияния транспорта на систему расселения. Это в существенно большей степени тема, которая связана с вторым крылом, о котором говорил Алексей Викторович, с естественным развитием системы расселения и с влиянием вот как бы в ту или иную сторону на эту систему расселения. Я хотел бы привести несколько трендов, которые мы выявили, проведя опросы населения, примерно на 60 тысяч человек по стране в разных регионах за несколько лет. из нашего анализа социальных сетей, который был направлен на то, чтобы понять, как связано, собственно говоря, пространственное поведение населения и его рисунок, конфигурация расселения. И эти тренды следующие. Первое, происходит отрыв места жительства от места работы. Даже не сколько отрыв, сколько факторы становятся разные. И, в принципе, люди думают об этом по-разному и выбирают эти места по-разному. То есть некоторые, причем растет разнообразие различных комбинаций. То есть некоторые хотят жить в центре, но иметь возможность быстро выбраться за город, чтобы чем-то подышать приличным. Некоторые, наоборот, хотят жить все время в центре, но дышать неприличными выхлопными газами в пробке. То есть это по-разному. Второе, это снижение регулярности циклов пространственного поведения. То есть вот такая категория, как маятниковый мигрант, начинает постепенно уходить в прошлое, потому что под этим традиционно подразумевается человек, который к 9 приезжает на работу и к 7 уезжает с нее обратно. Так вот, уже сейчас в московской агломерации порядка 20% работающих людей работают без привязки к такому жесткому графику. В других регионах с крупными городами эта доля существенно меньше, но она тоже интенсивно растет даже за цикл наших наблюдений. Третье, это рост, если угодно, когнитивной связности территории. То есть люди воспринимают территорию как более связанную, чем раньше. В чем это выражается? Это выражается в том, что поехать куда-то далеко, это уже не какое-то дерзновение и большие сборы, а это как бы психологически воспринимается существенно проще. И вот это мы видим. Но, кстати, мы видим, что это связано с другими аспектами того, что там Всемирный банк сейчас называет Global Connectivity, с потоками данных, с возможностью общаться онлайн. И здесь мы делали, это, правда, исследование еще пока не закончено, но вот первые выводы мы уже видим, что, ну, условно говоря, чем больше у человека друзей в социальных сетях, тем он чаще ездит. Прямая эта связь или обратная, я пока сказать не могу, но факт такой, что на самом деле, значит, есть определенная, по крайней мере, корреляция прямая. Значит, то есть чем больше у вас контактов, тем больше у вас вероятность того, что вы к этому контакту так или иначе приедете. И это связано и с работой, и это связано и с персональными историями. Ну и вот теперь, значит, несколько… Куда-то нажимать-то. Значит, мы ввели наше исследование от оценки социально-экономической… То есть изначальная цель была оценить социальный… Разработ методологию, оценки социально-экономической эффективности и реализации вот этих крупных транспортных проектов. Работа эта в конечном итоге привела к тому, что вроде как страна приняла решение проинвестировать существенно больше в полтора раза в реальном выражении денег в транспорт из бюджета, чем в прошлый период. Вопрос, правильно или неправильно будут направлены эти деньги, я не знаю, но вот как бы система аргументов, она точно сработала. Значит, это подход ОСР, который выделяет несколько как бы таких глобальных крупных каналов влияния транспорта на экономику. Мы отталкивались в качестве гипотезы от этого и выделили вот ряд эффектов уже, видите, на русском языке, это то, что мы транслировали здесь в органах власти. То есть из темы, которая сегодня у нас обсуждается, это вот пункт 4 и пункт 6 в первую очередь, ну и в меньшей степени пункт 5. То есть это агломерационные эффекты, смысл которых состоит в том, что в результате того, что в результате той самой естественной в первую очередь концентрации возникает петля обратной связи, люди начинают концентрироваться сильнее. Значит, и это приводит к экономическим эффектам, которые в дальнейшем образом раскручивают эту территорию и привлекают к ней жителей. Естественно, это все нелинейно, а я об этом чуть попозже скажу. Ну и, значит, последнее это эффект от роста связности территории, которые действуют уже не только вот там в агломерационном радиусе, но и на существенно больших расстояниях. Вот, ой, как плохо видно, но я попробую рассказать. Тут должны быть еще разные цвета, и все это, в принципе, теоретически очень красиво. Значит, здесь изображена матрица регионов, то есть вот по строкам и по столбцам это наши 85 регионов. 85 их, кажется, сейчас. Значит, цветом изображена величина показателя, который мы называем транспортной доступностью. Транспортная доступность, это очень большое было исследование, считается как совокупные транспортные затраты, средневзвешенные по всем видам транспорта. То есть мы смотрели реальную стоимость проезда на всех видах общественного транспорта и на личном автомобиле. Если с личным автомобилем, это понятно, это бензин и километры, то с общественным транспортом было существенно сложнее. Мы собирались, потому что сейчас называется big data, то есть у нас за каждый день специальная программа мониторит, сколько стоит проехать, пролететь на самолете, на поезде. Там же везде сейчас цены меняются каждый день. И, значит, самое сложное было это сформировать матрицу корреспонденции, чтобы понять, сколько людей реально на каком виде транспорта ездят. Вот мы эту работу вели три года. И, ну вот вы видите здесь, на самом деле, вот по диагонали, это, собственно говоря, регионы, которые находятся в одних федеральных округах, близкие друг к другу, и мы видим, что там вот этот индекс связанности и транспортной доступности выше существенно. И вот по краям более далекие территории. Значит, и если это все дело обобщить, то есть просуммировать уже, превратить из матрицы в ранги, то мы получим вот коэффициент транспортной доступности, как территория, насколько она связана с другими регионами. Вот примерно такой выглядит рисунок. И дальше мы пытались построить эконометрическую зависимость, которая оценивала транспортную доступность, изменение транспортной доступности и влияние этого показателя на миграции. Значит, там была выявлена, в общем, сейчас не буду углубляться в методологию, там была выявлена, в общем, достаточно существенная положительная зависимость. Однако проблема состояла в том, что, на самом деле, этот показатель транспортной доступности очень мало менялся во времени. Собственно говоря, за последние 20 лет в стране не произошло существенных транспортных изменений, за исключением развития авиации, усиления связанности Москвы с более удаленными территориями. То есть связанность была и так, например, из Москвы в Екатеринбург. Понятно, и в советское время летали самолеты. Но это, конечно, было ничего похожего на теперешнюю частоту, потому что сейчас они летают каждые полчаса практически. И вот этот сдвиг, пожалуй, был наиболее существенным. Но к чему это привело? Это привело к тому, что на самом деле транспортная доступность вот этих крупных центров, значит, опорного каркаса, можно так сказать, оказалась существенно сильнее, чем этих центров с территориями, которые ближе к ним. Потому что вот этот наземный транспорт, который самый капиталъемкий и требует действительно больших инвестиций, но с нашей точки зрения дает и наибольшую отдачу, в него никто не вкладывался. И поэтому Рязань от Москвы реально дальше, чем Екатеринбург. Потому что добраться из центра Москвы в центр Рязани может заниматься сейчас дольше, чем добраться из центра Москвы в центр Екатеринбурга. Значит, не говоря уже про такие искажения, как, например, Якутск-Красноярск, путь к которой лежит через Москву и только через Москву на текущий момент. Значит, вот есть такая история. Но если переходить к расселению, то я хотел бы остановиться вот на каком слайде. Мы попытались, используя вот эту нашу модель, оценить эффекты со строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань». Значит, с точки зрения именно миграции. Там я сейчас опускаю экономическую часть этой истории, да. Но вот именно сколько людей мы считаем, что может переехать в связи с тем, что территории станут ближе друг к другу, ближе к Москве, ближе к Нижнему Новгороду и ближе к Казани. И вот, собственно говоря, здесь результаты. Это тот дополнительный миграционный прирост, который как бы поверх фонового может возникнуть за примерно 15 лет с того момента, как будет введена эта магистраль. Эти данные основывались на том, что происходило на примере порядка 300 точек в России, где что-то изменялось. Имеется в виду, что это не внутри города, когда метро построили, а именно, когда какие-то населенные пункты, региональные центры становились так или иначе ближе друг к другу. Ну и пару слов все-таки про экономику. Значит, исследование, которое мы проводили совместно с Татьяной Михайловой из Института Гайдара, идея его была следующая. Вот здесь как бы логическая цепочка приведена, да. Что происходит при расширении границ агломерации? Причем вот под границами агломерации мы здесь понимали, у нас, поскольку все это количество, нам надо было сильно упрощать. И мы понимали вот территорию интенсивной миграции населения. Я старательно избегаю слова маятниковой миграции, да, потому что мы считали, что вот она интенсивная, когда чаще, чем три раза в неделю человек ездит регулярно, да, и доля таких людей не меньше 15%. Вот как там, где эта граница, значит, эти количественные параметры переходили, мы рисовали условную черту. И вот когда за счет развития транспорта такие границы расширяются, мы, следуя, значит, тем международным исследованиям, которых сейчас достаточно много на эту тему, сформулировали гипотезу о том, что за счет расширения рынка труда, рынка сбыта, рынка услуг различных возникает, так называемый спин-офф эффект, когда компании могут чаще общаться друг с другом, обмениваться информацией раз, могут рекрутировать сотрудников из большего географического ареала два и могут выходить на более широкие рынки. И это приводит к тому, что называется Рост Total Factor Productivity, то есть тот самый, та самая компонента производительности экономической, которая как бы не зависит от труда и капитала. И, значит, вот здесь нарисовано графическое изображение того, как это происходит. Значит, два случая. Первый случай, который слева, это когда у нас расширяются границы одной агломерации, а второй случай, это когда у нас две агломерации объединяются друг с другом в единую, такое вот пространственное образование. Мы так и не придумали для него нормальное название, условно называли пока урбанизированный ареал, не брались примеривать на это слово конурбация, потому что в середине там ничего нет. Ну, вот пример, да, это что произойдет, допустим, между Нижним Новгородом и Казани в случае строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Значит, и отдельная история, это что происходит в пригороде. То есть вот если мы говорим про пригород, то здесь возникают еще другие эффекты. Возникает рост цен на недвижимость там, где в тех территориях, которые как бы приближаются к центру. Туда переезжают люди на постоянное либо временное, ну, в смысле, там, сезонное, недельное циклы проживания. Возникает загородная недвижимость. Все это приводит к конкуренции с местными работодателями и росту заработных плат. То есть вот такое пространственное перемещение. Значит, ну и вот это наши результаты некоторых исследований социологических, которые показывают, где вот эта самая граница в России проходит, где 15%, больше 15% населения трудоспособного начинает интенсивно ездить. Это вот примерно полтора часа в среднем. Это точки, в которых мы брали, значит, соответственно, для построения регрессии эконометрики предприятия из налоговой отчетности, значит, с их экономическими индикаторами. И вот та зависимость, которая у нас получилась отдельно по производительности, труда в услугах и в промышленности. Значит, здесь хотел бы отметить вот что. По оси X отложено тысяч, значит, сколько людей проживает в полуторачасовой транспортной доступности. По оси ординат отложено, значит, сколько, ну, условных показателей производительности, труда в зависимости от вот этой, вот, очищенной от прочих факторов. И здесь видно, что, вот в чем состоит экономическая сущность, собственно говоря, этого агломерационного эффекта, что при вилке от 700 тысяч населения примерно до 3-4 миллионов наблюдается вот этот очень интенсивный агломерационный эффект, когда каждый, там, каждое десяток тысяч дополнительных жителей дает определенный прирост производительности. Но не везде, не во всех отраслях, а все это очень по-разному. Есть отрасли, которые к этому чувствительны, есть отрасли, которые к этому античувствительны, есть, которые нейтральны. Ну, например, в металлургии абсолютно все равно. В деревообработке только хуже, чем больше народу живет вокруг, да, дорогие ресурсы. Понятно, что это отрасли, зависимые от природных ресурсов там, и совершенно другие факторы размещения. А вот все, что касается услуг, отраслей чувствительных к знаниям, к обмену информацией, там, конечно, вот эти эффекты цветут пышным светом и имеют очень высокие в целом, значит, коэффициенты эластичности. Ну и здесь вот что происходит с этим коэффициентом по мере удаления от ядра агломерации, то есть он затухает, как бы вот эта вот зависимость, да, и вот на расстоянии примерно от полутора до двух часов она практически сходит на нет. То есть если население перерастает за границами вот этой полуторачасовой доступности, то уже фактически не возникает агломерационного эффекта. На расселение это сказывается прямым образом, потому что если действительно за счет развития транспорта пока мы вот по факту мы видели этот эффект по-хорошему только в московской агломерации. В первую очередь на Октябрьской железной дороге, которая соединила Москву и Тверь скоростными поездами, там же была сейчас скоростная автомобильная дорога, значит, поезда типа спутника и все прочее. Вот эти эффекты внимательно мы изучали и видели, что они по-настоящему работают и дают вот эти эффекты на рост зарплат в территориях, на усиление миграционного притока туда. То есть по факту это есть. Но вот те изменения, которые запланированы сейчас в транспортной системе, они могут как бы транслировать эти эффекты не только за пределы московской агломерации, на пределы других крупных городов и их окрестностей. Ну вот на этом хотел бы завершить. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Павел. У меня вот какой вопрос к вам. Удалось ли вам увидеть в рамках этого исследования в крупных агломерациях какие-то агломерационные эффекты не по линии центра периферии, не по ускорению вот этого вот сообщения, а по линии хордовой, то есть между какими-то элементами самой агломерации вне центра, вне ядра? Спасибо. Это очень хороший вопрос. Мы пока, значит, не можем количественно ничего этого подтвердить, хотя оно сесть в определенной гипотезе, потому что особенно это… Вот мы это изучали на примере Кавказских минеральных вод. Там очень интересно, нет как такового вот ядра. Ну там может быть, да, Пятигорск, но тем не менее. Но пока просто набора данных, их не хватает для того, чтобы сделать какие-то количественные обобщения. Но мы видим, что за счет, значит, главной природы эффекта, который там может возникнуть, она связана с разнообразием. То есть вот если у нас возникают равновеликие, условно говоря, там города, которые объединяются друг с другом интенсивными транспортными связями, то суть эффекта состоит в том, что, например, у одного одна структура экономики, у другого другая, жители могут находить больше возможностей для профессионального развития и меньше уезжают. Вот это, на самом деле, эффект действует существенно сильнее, чем по линии центра периферии. Но пока количественных результатов у нас нет. Это ответ мне на заданный вопрос. То есть плицентрическая агломерация, да, Кавминводская, это плицентрическая агломерация. Там хорды являются, все является хордой. А я так понял, что вопрос касался нормальных таких как бы монозентрических агломераций, в которых могут быть или не быть хордовые какие-то проблемы или потенциалы. Вот про это я понял. Там, к сожалению, пока ничего не могу сказать. Спасибо огромное, Павел. Спасибо. Теперь слово Борису Владимировичу Лиданту, пожалуйста. Я хотел вернуться к НЕРУ и попытаться рассказать о том, как, на мой взгляд, некоторые идеи, которые в свое время разрабатывались в отделе перспективных исследований института генерального плана. Так или иначе, каким-то образом, удивительно, может быть, реализовываются сейчас и реализовывались. В частности, где-то в начале 80-х годов я работаю в отделе Гутнова. Кстати, здесь вот помимо Александра Андреевича есть еще и Лидия Кожаева. Это вот как бы три человека, которые присутствуют из того коллектива, который долгое время работал с Гутном. И вот в то время мы делали такую занятную достаточно работу с Евгением Сергеевичем Русаковым, который был активным участником в свое время НЕРУ. И, собственно говоря, работа была посвящена транспортно-коммуникационным узлам, а именно городскому каркасу Москвы. И вот выявление таких вот узлов, скажем, потенциального роста или напряженности, где, так сказать, даже в советское время были очевидны существенные трансферные перемещения. И было понятно, что эти территории могут каким-то образом развиваться, немножко отличаясь от многих других тканевых пространств города. И была сделана такая работа, был анализ этих транспортно-коммуникационных узлов. Но самое удивительное то, что мы абсолютно не понимали, за счет каких ресурсов они могут развиваться. То есть анализ аналогов в западных городах показывал, что там, так сказать, эффективность развития связана с ценностью вот этого трансферных перемещений и с ценностью земельных участков, которые там есть. Ну, при, так сказать, советской экономике, когда есть, так сказать, один карман и просто из одного кармана перекладывается в другую, такого понятия, как девелопмент или развитие территории, ну, практически коммерческого развития территории не было. И вот я не знаю, каким образом, но, и не знаю, кто бенефицар в конечном итоге этой идеи, которая была донесена до московского правительства, но, как вы знаете, сейчас есть такой термин ТПУ, транспортно-пересадочные узлы, которые, по сути дела, и являются вот этими узлами каркаса, которые в свое время были анализированы и вычленялись в Москве. И вот уже, так сказать, там спустя 30 лет практически после научных таких вот изысканий на эту тему, вот удалось поработать и уже как архитектору. На таких территориях, в частности, вот мы и занимались в Войковской, это пересадочный узел с МКЦ на метро, и там был реализован очень большой проект «Метрополис», наверное, вы знаете. Это как раз вот один из таких примеров развития или там площадь Белорусского вокзала. И я могу сказать, что вот по внутреннему ощущению это не случайно эти идеи были, так сказать, реализованы. И после того, как будущее наступило, и, так сказать, пришла рыночная экономика, то, в общем, эта деятельность наполнилась каким-то экономическим смыслом. Надо сказать, что, в общем, Алексей Эльбрус был человеком действительно прозападным во многом и понимал, что движущая сила, движущая сила развития города – это не только власть, но и свободное в какой-то степени предпринимательство и активность частных девелоперов. И вот мне было очень интересно вспоминать тот вот опыт, который мы получили, работая с Русаковым и с Гутновым, и пытаться применить это уже в какой-то некой современной реальности. Поэтому я думаю, что это не единичный пример, когда идеи, разрабатываемые в отделе перспективных исследований, и идеи, которые пришли из НЕРа, они находили и находят свое отражение и в городской политике Москвы, и, так сказать, в реализации неких градостроительных программ города. И это очень интересно. В частности, и система градостроительного регулирования во многом пилотно разрабатывалась еще в те времена, и многие вещи, к сожалению, так и не вошли. И надо сказать, что, несмотря на очень подробно проработанную систему градостроительного регулирования в 80-х годах, она ушла, так сказать, в архивы генплана, и у меня такое ощущение, что больше никогда оттуда и не доставалось. Доставалось все-таки, но не применял. Ну вот, пожалуй, просто чтобы не затягивать, я вот хотел отметить такой вот момент, таким образом все-таки НЭР влиял и влияет на, в том числе и на нашу жизнь, и вот в нашем так называемом будущем, которое мы узнаем все больше и больше. Алексей, спасибо. Спасибо. У меня есть один короткий вопрос. Да, конечно. Поскольку вы затронули тему с транспортно-пересадочными узлами, и в частности МЦК, вот по последним результатам, связанным с обследованиями трафика, движения по этому кольцу и по транспортно-пересадочным узлам, становится очевидно, что само по себе кольцо генерирует гораздо больше новых перемещений, чем снимает перемещение с радиальных линий. То есть изначально была идея, чтобы она разгрузилась радиальной линией, но она чуть-чуть разгрузила, но совсем чуть-чуть. А дальше возникает вот эта вот как бы новая история, что поездки, которые были отложены, они начинают происходить. И транспортно-пересадочные узлы в данном случае играют ключевую роль, поскольку это удобная точка входа, это в том числе коммерция и так далее и тому подобное. Вся концепция на самом деле переворачивается с ног на голову, и в этом случае это хорошо, потому что возникают дополнительные полюса, дорога начинает работать на оживление вот этой вот спящей периферии в прямом и переносном смысле этого слова. Как с этой точки зрения вы, как практикующий архитектор, смотрите на перспективы развития вот этих транспортно-пересадочных узлов? Насколько они для вас заданы самой проектной документацией, которая была рассчитана на совершенно другое? Или же вы смотрите на них как на полюса роста и подходите к ним с совершенно другой точки зрения? Ну, во-первых, мы работаем не как градостроители, а как архитекторы, поэтому мы получаем в качестве исходных данных достаточно ограниченные возможности, которые уже проработаны градостроительными структурами, генпланом, транспортными мастерскими. И в том числе, ну, я так не хотел называть эту замечательную организацию, вот. Но, тем не менее, и поэтому наша задача, собственно говоря, сделать, с одной стороны, максимально плотным вот этот объем или площади транспортно-пересадочного узла, добиться максимально, так сказать, эффективности использования, капиталовложений и удобства для, естественно, для трансферных пассажиров. Мне кажется, что как точки и как полюса ТПУ работает и генерирует вокруг себя развитие территории, потому что ценность земли повышается, это очевидно, и, соответственно, далее, так сказать, интерес у девелоперов и прибыльность, так сказать, их бизнеса тоже может повышаться. Вот мы делали уже несколько конкурсов, и сейчас надеемся один из них, так сказать, реализовать. Это как раз Моссендж проект проводит эти конкурсы на ТПУ. Многие московские архитекторы участвуют в этом, и это довольно занятное такое. Ну, я не буду говорить о результатах, которые не объявляются никогда. Но, тем не менее, мы работали последний, вот электрозаводская транспортно-пересадочный узел, очень сложный и метро, и железная дорога. Его реализация, очевидно, будет многоэтапная. Ну, в конечном итоге этот район и эта территория, которая имела все признаки такого увядания, потому что это часть Серединного кольца, такой промышленной зоны, она приобретет абсолютно, так сказать, новое качество. И, собственно говоря, вот такая реализация, мне кажется, имеет место быть. Спасибо. За последние там несколько недель 3 или 4 ТПУ рассматривались. Так вот, люди, которые формируют задания на это ТПУ, да, вот из модернского проекта, я понимаю, что они книжек не читают, да, Гутновскую книжку они про нее даже не слышали, по каким-то городам, где ТПУ устроится, они не ездят, и поэтому это все такие вполне локальные, значит, образования, да, от которых до ближайшего дома 300, 400, 500 метров, значит, да, темных, темных, невнятных и так далее, каких-то, в общем, ненарисованных каких-то троп. Вот что это такое сегодня. Во всех этих четырех слоях и рядом тут же рассматриваются так называемые новые девелопменты, новые кварталы, это сверхплотное образование, 25-этажные там какие-то у них, значит, доминанты и прочее, прочее, такие вот сейчас как-то муравейниками называют, да, казалось бы, вот эти сюжеты должны, должны, наверное, как-то коррелироваться, стремиться, так сказать, к какому-то, в общем, да, соитию, скажем так, да, абсолютно между тем и другим не происходит никакой реакции, никакого взаимодействия и так далее. Значит, вот этот девелопмент этих самых, как мы там, гринфилд, браунфилд и так далее, это одна идея, и сколько можно снять с этого гектара, значит, только снимается, а эти ТПУ, не сопровождающиеся, как правило, никаким развитием этих самых территорий, без ощущения того, как дорого стоит каждый квадратный метр, они строятся вот каким-то таким самым, не потяженно, все это, все это естественным образом, значит, финансируется за счет городского бюджета, мы это понимаем, вот то, что называется этот, как это называется, значит, частно-государственное партнерство, которое могло бы дать соответствующий эффект, вот это, к сожалению, в общем, не зарождается, потому что мы понимаем, что природа финансирования бюджетного и природа финансирования такого дебилоперского, они совершенно, к сожалению, у нас разные. Ну, мы как раз перездаем сейчас книгу «Эволюция градостроительства», перездаем книгу «Эволюция градостроительства», так что мы подарим ему с уже проекту, может быть, это базы имеет какое-то дополнительное действие. Это был Андрей Владимирович Боков, огромное спасибо за комментарий, сейчас я передаю, большое спасибо вам, Борис, передаю слово как раз Глебу Виткову, и на этом мы заключаем. Спасибо, Алексей Викторович, будьте добрым презентации тогда. Я хотел добавить еще одно измерение в нашу сегодняшнюю дискуссию. Собственно, поскольку завершая этого, немножко проговорим как раз про будущее и про то, как можно еще смотреть на каркас расселения и на какого в цифровую эпоху можно по-другому считывать. Мы специально взяли такое странное изображение, фрактал, предполагая, что есть некоторые закономерности между тем, как развиваются города, но на самом деле все, конечно, несколько иначе выглядит. Она очень новогодняя картинка, соглашусь, но мы перейдем к реальным исследованиям и к тому, как выглядит каркас расселения. Вот справа вы видите более традиционное представление системы расселения в России, это все наши города, а слева другая схема, которая показывает устойчивые дружеские связи по социальным сетям между крупнейшими городами. Здесь только топ-3, то есть это Москва, Санкт-Петербург, но понятно, что есть дружеские связи и между другими городами, они никуда не пропадают. Но мы хотели добавить еще один слой в дискуссию, в диалог о том, как выглядит система расселения. Ровно потому, что новые гипотезы могли бы строиться совершенно иначе относительно того, хотят ли люди перейдеть из одного города в другой, зачем они туда едут, насколько устойчивы связи между городами. И обязательно ли они выражаются в наличии инфраструктуры, или это в том числе часть каких-то иных видов связей, коммуникации. Треть городского населения Российской Федерации проживает в малых и средних городах. Собственно, видно на карте это поле распределения населенных пунктов. Но вопрос ключевой это в том, что прежде чем… Так, соответственно, да. Другую сторону. Вот, отлично. Новый вот этот слой, который позволяет нам по-другому взглянуть на систему расселения, он дает новый тип связи и новую иерархию узлов. То есть по-другому расставлять приоритеты между различными населенными пунктами. И это не просто означает наличие качественной и доступной инфраструктуры. У нас, в общем-то, в России все неплохо с инфраструктурой. С дорогами, конечно, чуть похуже, города плохо связаны. Но наличие цифровой инфраструктуры, то есть все города обеспечены интернетом, широкополосным интернетом, в принципе, все действительно связано между собой. И понятно, что когда мы переходим к этому слою, мы не должны тут же бросаться и рассуждать про интернет и инфраструктуру. А вот интереснее представить, как эти практики использования интернета в городах в итоге влияют на среду и на то, как мы оцениваем качество жизни. Это, по сути, другое измерение качества. И можно по-другому даже замерять эти города. То есть если мы привыкли по людности считать систему расселения, то у нас крупные города, малые города. И традиционно есть какие-то стереотипы, наверное, о том, что спектр услуг в крупном городе больше и разнообразнее. Возможно, это действительно так, но если смотреть еще и по-другому, то есть не только по городам. Мы внизу видим долю городов, и видно, что это всего 5% городов, которые обеспечены всеми услугами. А если смотреть по доле горожан, то это практически 80% в сумме, что значительно превышает значение. Это означает в том числе, что малые и средние города с развитием интернета, с развитием цифровых технологий получают гораздо больше доступа к различным онлайн-сервисам и могут пускать все еще на уровне физической инфраструктуры, планировки, колоссальные проблемы с качеством среды, но на уровне получения различного рода услуг все выглядит несколько иначе. Собственно, это в итоге и сдерживает массовую миграцию, когда появляется транспортный каркас, о котором и балансирует тот аггуберационный эффект, про который говорил Павел Чистяков до этого. И еще один теннис, который хотелось бы ввести, это то, что можно выстраивать типологизацию от этих локальных цифровых сервисов. Мы делали исследование вместе с Яндексом по эффекту от развития сервиса Яндекс.Такси и брали еще несколько других популярных сервисов, которые активно используются для того, чтобы оценить эффект на города. И в принципе их можно типологизировать. У нас получилось из таких 7 групп, но это не просто типологизация по наличию определенных сервисов. То есть это не просто перебор того, что есть, а чего нет. Это еще в том числе отражение некоторой эволюционной стадии развития каждого из этих городов, поскольку невозможно из группы 6 перебраться сразу в группу 1 с полным спектром различных сервисов. И это исследование ровно это и показало. Появление Яндекс.Такси в городах приводит к тому, что в первую очередь улучшается информация по картам, то есть цифруются адреса. Если раньше было мало адресов, то теперь для того, чтобы эта система функционировала, необходимо сделать все адреса. То есть карта уточняется. Как только проходит этот уровень, становится доступно и возможно появление других сервисов, потому что они могут свои услуги предоставить и доставить их до конкретных адресов. И начинает развиваться сфера предоставления, сфера доставки. Другие различные компании начинают использовать информацию о различных мероприятиях, которые проходят в городе. И таким образом мы постепенно эволюционируем и повышаем этот ранг цифровизации не инфраструктурной, а практики использования городского пространства и различной активности. Соответственно, сегодня, я буду завершать, сегодня все основные крупные центры, они, конечно же, уже достигли довольно высокого уровня развития сервисов, но в целом мы видим, что постепенно и остальные города, они добирают вот эти, по мере развития интернета и технологий, они добирают тот же самый спектр услуг, и уровень и качество сервиса, который в городах предоставится, он может постепенно выравниваться. Поэтому, может быть, в итоге улучшение качества среды начнется вовсе не с физической инфраструктуры, а вот с получением всего спектра услуг, которые вы можете получить здесь и сейчас. И именно это в итоге окажет эффект на миграцию, позволит сократить это массовое желание уехать из своего центра. И, может быть, это будет такой заход на выстроение новой пирамиды масла, когда, получив сервисы, появится время и желание обустроить ту среду, в которой люди все сегодня живут. И именно это в итоге станет основой для того, чтобы постепенно переключиться на обустройство, на физическую среду и на появление того самого слоя горожан. Спасибо большое. Спасибо, Глеб. Прекрасно. У меня два вопроса. Одно утверждение, которое вы, возможно, должны опровергнуть. Второй вопрос. Здесь было два сюжета. Один сюжет про связи в социальных сетях между городами, второй — о цифровизации. Утверждение мое по поводу первого. Я с большим подозрением отношусь к артированию связей в социальных сетях, поскольку, как мне кажется, они про другое, они не про связь между городами, между точкой А и точкой Б, они опосредованы совершенно другими соображениями. Мы долго думали над этим в Хабидатуме. Мое ощущение, что картирование вам дает ложную картину. Это не связь между городами, а это связь между категориями людей в сетевом пространстве. И как это интерпретировать, я не знаю, может быть, вы знаете. А второй вопрос. Цифровизация. Вот принципиально, чем уровень цифровизации отличается здесь от, например, ситуации веком раньше о появлении водопровода или центрального отопления в городе? В чем тут какая-то специальность? То есть это просто обычное дополнение, такое amenity, с которой создает нам больше удобства? Или в этом есть что-то такое, чего мы до сих пор не понимали? Спасибо. Замечательные оба вопроса. С первым, конечно же, тут нет богов, которые знают, как устроена вся система взаимоотношений между людьми. Это невозможно. И, конечно, это определенная выборка. То есть это очень ограниченное представление, как на самом деле выставлены социальные связи. И, конечно, нужны другие, другого рода исследования, качественные, а не просто количественные, чтобы посмотреть качество этих связей. Ну, социальные ли это связи между городами? Да, совершенно верно. Или между людьми, которые были в этом городе изначально, уехали в другой и поддерживаются свои контакты с теми, кто остался. Разумеется, так. Но если потом... И, конечно, для этого нужны другие исследования. Собственно, возможно, это и есть поле, куда стоит идти и проверять все эти гипотезы. Вот одна из них, ее сегодня также озвучил Павел Чистяков, весьма интересная, о том, что в итоге города, с большим количеством связей на уровне социальных сетей, в итоге жители этих городов чаще путешествуют. Интересная гипотеза. По факту мы тоже знаем, что только определенный процент людей в принципе вообще склонен к каким-то регулярным перемещениям, и это очень условная мобильность, то есть очень определенная выборка. Но, наверное, можно говорить про то, что в принципе наличие связей, более того, молодых людей в сетях явно больше. То есть можно скорее прогнозировать некоторое будущее, представление о том, как будут выставлены эти связи. Во-первых, люди стали друг другу известнее, доступнее. То есть мы получаем гораздо больше, находясь в Москве, мы получаем гораздо больше информации про другие города, равное как и обратно. То есть мы находимся в каком-то едином информационном поле, и как минимум это нас уже объединяет. А во-вторых, все равно, даже находясь в других точках, ты все равно привязан к пространству, и локализуешься в город. Появляется ли у тебя при этом связка с этим городом? Отдельный вопрос, который, конечно, вот эта схема с большими сложными сетями, она никак не отражает. Вот половины страны нет. Я говорил сюда, что мы выбрали только топ-3. Она есть на самом деле, с тоже очень интересными связями внутри, и как раз соединяет с исследованиями по агломерациям интерес смотреть не только экономический эффект, а как и социальный эффект. То есть насколько сибирские города взаимодействуют между собой, взаимодействуют ли вообще. Это, конечно, все тоже очень интересно, но это требует отдельного изучения. А отвечая на второй вопрос, то есть первый, однозначного ответа нет, скорее это набор гипотез и поле, куда надо идти и сравнивать это с другими исследованиями. Говоря про второй, можно это упростить, наверное, до появления нового типа инфраструктуры, с одной стороны. С другой стороны, тепло и вода давали базовое минимальное качество инфраструктуры в городе, но не давали возможности себя реализовывать, и чувствовать интегрированными в более сложные экономические и социальные процессы. Наличие устойчивых социальных связей и уж тем более возможность получать сервисы на том же уровне, как вы получаете их в крупном городе, задает мне определенные стандарты жизни, определенное качество и интеграцию в общую информационную поездку. Так что, наверное, это все-таки чуть больше, чем просто наличие новой инфраструктуры. И как раз в итоге и имеет, то есть тепло у вас может быть в разных городах, но вы вряд ли поедете за теплом в другой город. А вот отсутствие какого-то сервиса, наверное, в большей степени, опять-таки это предположение, влияет на то, захотите вы уехать в другой центр или нет. Так что здесь можно строить гипотезы относительно того, останутся люди или нет. Огромное спасибо. Да, конечно. Вот я как раз хотел, у нас осталось 5 минут максимум. Глеб, я просто, я очень стептически вообще относился ко всем этим насчет делам. Знаете, замечательная была у Зоченко шутка, радио есть, а счастья нет. Но год назад я услышал мэра города Сеула, который сказал, вы знаете, мы закрываем крупный торговый центр, крупный торговый комплекс, мы их перепрофилируем и так далее. Да, люди переходят на интернет-торговлю. А второе следствие, абсолютно тоже непредсказуемое, люди уезжают из крупных комплексов жилых, уезжают в пригороды. И огромное количество машин ездит по всему Сеулу, вот с разными, как у нас сейчас люди ходят с едой, так у них носятся они с разного рода. Полуавтоматы такие, да? Да, да. Да, все верно. И больше отстает развитие вот этой транспортной сервисной инфраструктуры, которая может доставлять эти предметы первой необходимости и еду, и любые другие. И да, это большой вопрос, как будет выглядеть город в будущее, будут ли тут летающие машины, доставляющие сервисы, или мы все-таки будем собираться, будем приезжать не в отдельные дома на периферии, а к Краснобот, будем ездить, все равно сохранится миграция, потому что нам важна будет социализация, и мы будем приезжать в этот торговый центр, в котором теперь будет уже не торговля, но какой-то гигантский коворнг в масштабах всего города. Кто знает? Посмотрим. Спасибо. У нас остался один вопрос какому-либо из участников круглого стола, любому. Хоть из-за стола все разбежались, но все здесь. Да, все здесь просто. Есть ли? Есть, да? Кирилл, пожалуйста. У меня такой практический вопрос. Спасибо за возможность его задать к участникам. Буквально вот на днях в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что президент дал поручение премьер-министру и правительству подготовить некоторые, как сказать. Да, да. И в частности в пункте 9 речь идет о том, что один из главных документов территориального планирования, определяющий жизнь и развитие города, генеральный план должен быть трансформирован или, как вот там точнее сказано, в некий стратегический документ, основанный на стратегии социально-экономического развития и так далее. Я уверен, что вы все в курсе этого события. Просто хотелось бы узнать ваше мнение, реакцию, последствия, значения. Я не знаю, в рамках как бы грядущей, неизбежной и идущей цифровизации, возможно, это не так страшно, потому что цифровизация нам, в общем-то, как бы заменяет пространственную, в том числе и реальность. Например, вы все замечали в метро и просто везде, я это для себя эффект называю не здесь. То есть все люди, которые общаются со своим гаджетом, они не находятся здесь, да. Они находятся в любом другом месте. И поэтому, условно, качество той пространственной среды, в котором они пребывают, качество места, оно становится не таким важным, как более важным становится качество вот этой самой цифровой связи. Поэтому, может быть, это не так драматично, как может показаться... — Бухнинки вкладом, да? — Да. — Ну, я не знаю, я пытаюсь поверить в то, что это какой-то следующий шаг понимания документов развития. Потому что раньше генеральный план был крайне жесткая структура. И все документы регулирования уже дальнейшего, так сказать, развития города, они были связаны с этим генплоном. Но, к сожалению, жизнь, как говорится, или, к счастью, вносят свои коррективы. И все время возникает очень жесткий, так сказать, конфликт между генеральными планами и, так сказать, реальностью. Ну, мы понимаем, что большая часть этих конфликтов, они искусственно создаются для того, чтобы, так сказать, коррупционная среда не уменьшалась, а наоборот, так сказать, развивалась. Но, может быть, во всяком случае, чую себя надеждой, что это путь вот к выработке стратегии, а не жестких документов, которые ограничивают те или иные действия людей. Спасибо. Спасибо, Гарна. Ну, давно шла дискуссия, много разной дискуссий. Одна о том, что у нас стратегия социально-экономического развития муниципального образования, она не сосыкована с пространственным развитием, со стратегией пространства. Поэтому тут, скорее, есть положительный момент, если удастся в итоге выставить эту связку и договориться о том, что именно мы замеряем, и что ложится в основу принятия принимаемых решений и предлагаемых решений, то здесь вполне логично появление такой связи. Если говорить про документы театр-экономерные, то у нас тут немножко сложнее, потому что тоже была другая дискуссия о том, что подход к разработке генерального плана на уровне незакрепленных и прописанных регламентов того, как это должно делаться, а на уровне нашей профессиональной практики, он во многом устарел. Мы все еще пытаемся нарисовать идеальный образ города, а вовсе не пытаемся оценить реальные ресурсы, сбалансировать городское развитие и, собственно, сформировать какую-то городскую политику или городскую пространственную стратегию, которая вкупе даст определенный набор эффектов. Эти эффекты можно заранее посчитать, предъявить, представить в виде нескольких сценариев, и, собственно, это и будет предметом обсуждения политической борьбы и какого-то более жизненного, более витального формата работы. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить не про… не вырывать из контекста то, что будет меняться, вот сейчас отменят генеральные планы или вот сейчас введут какой-то новый документ, потому что мы не знаем, что в итоге будет разработано. И мы знаем, что часто, как мы на примере альгломерации сегодня уже обсуждали, часто под одним понятием ученый, практик, профессионал и управление подразумевают совершенно различные аспекты и смыслы. Поэтому посмотрим. Но важнее не упустить момент и сосредоточиться на формировании подходов к разработке этого нового статистического документа и процедур по его легипетизации. То есть как мы в итоге и что обсуждаем, какие параметры в итоге определяем. И вот как будет высуна вся система взаимодействия внутри при принятии решений и утверждение какого-то документа, вот это, наверное, самое ключевое. И про это сейчас пока никто не говорит почти. Мы начнем. Спасибо. Ну, в общем-то, я был на этом заседании приятно удивлен докладом Павла Чистякова, в том числе, значит, из которого я сделал вывод, что некоторые исследования, о полном отсутствии которых я имел представление, это не так, да, что что-то все-таки, какие-то исследования именно транспортных потоков, без которых альгломерацию не понять, проводятся. И я просто об этом не знал, это мой биографический как бы обстоятельство. Это было вот мне важно услышать. Я этому был рад. Почему я об этом сейчас заговорил? А одновременно вот ваши реплики насчет вот этих ТПУ, где есть темные, значит, там 500-метровые пространства, сказать, ну и какое-то рядом это самое, сказать, я к тому, что, вы знаете, как бы у меня не то, что ощущение, а просто представление о том, что такого рода документы, как генсхемы, как схемы районных планировок, постепенно, сказать, в ситуации вот такой, как бы конкурентной деятельности, кто дешевле представит заготовку, проект и прочее, да, сказать, у кого, сказать, как бы теряют свою профессионализацию и свою обоснованность, да. И вот в этой борьбе за получение заказов, да, сказать, даже такие заслуженные организации, как Гипрогор, например, тоже, сказать, понижают и понижают и понижают и понижают уровень для того, чтобы, сказать, сравняться по степени своей привлекательности для тех, кто эти деньги распределяет, ну, совсем уж какими-то, так сказать, фирмами на коленке. И если вот то, о чем вы спросили, да, сказать, подразумевает в себе, а я в этом сомневаюсь, потому что, сказать, как бы принципы, как бы вот получения этих госзаказов, а мы живем в стране, где государство, сказать, определяет слишком много, сказать, и слишком, сказать, своевольно, и слишком без науки, и это все, в принципе, не для того делается, чтобы реализовать задачу, которая продекларирована для вот какой-то вот формирования и освоения бюджетов, прежде всего. Если вдруг, я не вижу механизмов, которые это обеспечивали, сказать, это было бы сопряжено с каким-то возвращением научности, сказать, фундаментальности, а технологии позволяют сейчас гораздо больше, чем, ну, там, те же 70-е, 80-е годы, сказать, если это вдруг каким-то образом, сказать, соединено одно с другим, то флаг в руки, ну, как бы скепсис и ожидание того, что это невозможно, или ощущение того, что это невозможно, одновременно не покидает. Ну, а вот доклад частяков у меня, тем не менее, сказать, немножко, сказать, поколебал в этом. Спасибо. Спасибо. Лучшее, что сделал ЦССР за все время его существования, полагаю. Именно вот это вот. Спасибо большое, Алексей Викторович. Я могу вам сказать следующее, уважаемые коллеги. Мы не представляем, где мы находимся, мы не в состоянии оценить существующее положение, оценить, ну, как бы реалии, да, нашей жизни, да, да, сопоставить себя, да, со всеми теми, кто живет вокруг нас, да, с теми, кто пребывает там в Евросоюзе, в Восточном Китае и так далее. Нам все время кажется, что мы, мы какие-то вот такие же, как и все. Мы другие, мы другие, хочу вам сказать. Мы не прошли через ту фазу развития, которая может квалифицироваться, как условно там, инфраструктурная революция. Я просто хочу вам напомнить, что вот все дороги, по которым ездят Соединенные Штаты, они были построены где-то в 50-е годы после войны, закончена была вот эта вот работа, фантастически, феноменальная, тяжелая и трудная по созданию вот этой инфраструктуры. В 70-е годы это было время создания современной инфраструктуры в странах Европы, в Евросоюзе, где, кстати сказать, вообще не агломерированных, в принципе, не соединенных, не включенных и не связанных друг к другу поселений нету, просто нету, понимаете. И в 90-е годы эту же работу проделал Китай по формированию структуры, общенациональной инфраструктуры. Да, вот эти вот, вот все, о чем вы, Павел, говорили, вот все, все там есть, в общем, эта система взаимосвязанная, аэропортов, железных дорог, таких-сяких, национальных, региональных и так далее, внутри городов все это выстроено, мы все это видим, знаем и так далее, как все это происходит. Значит, для того, чтобы правильно выстроить эту систему, нужны специфические, совершенно определенные документы, вполне конкретного свойства. Дорога должна идти из пункта А в пункт Б, понимаете, это чертеж, это карта, и эта карта, как правило, является одним из компонентов генеральных планов. Вот генеральные планы нужны в том случае, если вам действительно необходимо трансформировать, выстроить, заново практически выстроить, вот то, что называется инфраструктурой, каркасом и так далее, и так далее. Вот для этого это необходимо. Есть масса городов, которые не имеют генеральных планов, которые выстроили эту инфраструктуру, но которые имеют зонинг-ло, закон о зонировании, или там, как у нас называется, ПЗЗ. Одним ПЗЗ мы сейчас не обойдемся. Каким-то документом стратегического характера мы не обойдемся. То есть не имея схемы, правильно выстроенной схемы вот этого каркаса, общенационального каркаса, каркаса определяющего характера, извиняюсь, Москвы и ее окружения, я не назову это агломерацией, мы едва ли сумеем в общем правильно выстроить нашу жизнь и сделать эффективными огромные бюджетные капотложения, которые сейчас, как вы знаете, по указу президентскому и так далее, идут в эту сферу. Вместе с тем, действительно, генеральный план он существенным образом сдерживает сегодня, сдерживает, ну, скажем так, некоторые-некоторые возможности тех, кто стремятся, в общем, к ручному управлению городом. К ручному управлению, это понятно совершенно. У нас доминирует это ручное управление, но на основе ручного управления, к сожалению, глубокому выстроить эффективную транспортную или, там, они знают, транспортный каркас и так далее, нельзя практически. Давайте вспомним, как строился периферик в Париже, каких усилий это стоило, что это, что это была стратегия какая-то? Нет, это были чертежи, планы и так далее, это была серьезнейшая работа по отселению людей, законы специальные на федеральном уровне принимались так, как строились эти самые вдоль Гудзона и вдоль Истривер в Нью-Йорке, да, и продолжают строиться эти дороги, да, формируя вот этот самый транспортный каркас. Но они уже сделали, они проделали значительную часть этого пути, по этому городу уже можно ездить и по Парижу можно ездить, понимаете, а по Москве вот мы там что-то такое сделали, проходит год и, к сожалению, глубокому, в общем, ездить опять достаточно сложно. Достаточно сложно, потому что нет системной работы, нет вообще говоря, мы до сих пор не знаем, что оказывается магистрали должны от улиц быть отделены. мы несемся по восьмиполосному Ленинскому проспекту и попадаем на бессветофорные пешеходные переходы, еще недавно были они. Это нонсенс, это абсурд, этого не может быть. Вот те тысячи людей, которых мы теряем на дорогах, это все результаты следствия отсутствия нормального, правильно выстроенного вот этого каркаса и другого инструмента, кроме генеральной схемы, которая является частью генерального плана для формирования вот этого, его нет. Можно отказаться от генерального плана, разумеется, можно его сделать не таким, а каким-то другим, но в принципе это такой многослойный пирог, где едва ли не базовым, основным является то, о чем я говорю, инфраструктурный каркас, то, о чем Алексей Гутнов говорил, и то, что, к сожалению, до сих пор мы не поняли. Мы продолжаем в чем-то быть очень советскими, а в чем-то быть очень какими-то либеральными и так далее. Но это либеральная политика, нигде в мире не является столь либеральной. Еще раз, я вспоминаю, как они рубили этот самый в Париже этот периферик, и сколько это стоило там слез, стенаний и всего остального. Еще раз могу вам сказать, что без этих, в общем, шагов, без этих шагов мы город современно не получим. Мы по-прежнему, по-прежнему не в состоянии разделить исторический город и город, условно говоря, коммерческий, деловой и так далее. Есть две разные стратегии вообще. Есть стратегия, условно говоря, Нью-Йорка и Парижа. Вот на выходе, в зависимости от этой стратегии, мы получаем или один, или другой результат. Москва до сих пор не может определиться, кем она хочет быть, Парижем или Нью-Йорком. Но это разные стратегии. Но и в одном, и в другом случае мы имеем очень внятный, четко выстроенный, логичный и так далее каркас, который дальше просто достраивается, развивается. Но это то, что делает город современным, то, что делает город, в общем, способным существовать. А вообще говоря, эпоха города, как такового, отдельного, независимого города или города в пределах каких-то границ, она закончилась. Она закончилась. Мы по-прежнему говорим города. Городов нету. Все, к этому надо привыкнуть. Есть другие абсолютно образования, сердцевиной которых становятся, если угодно, пригороды. 70% американцев живет в пригородах, 60% европейцев живет практически в малых городах пригородных. И это то, что формирует по существу реальную ткань, ткань вот всех этих стран и всех этих, в общем, о которых мы любим говорить. Все, спасибо, простите. Можно еще одно слово? Спасибо. Я просто хотел сказать, что, говоря, у нас как бы в сознании все-таки большие города, столичные города преобладают. А страна наша такая большая, такая гигантская, что мы запросто сейчас можем получить комбинацию из интернет-трафика 5G и туалетов на улице, сортиров, точнее, на улице. Поэтому вот этот фактор пространства, все его здесь уважали и уважают, но о его осознанности, его учет, насколько это пространство ощутимо из Кремля, вот, видно, и насколько это возможно именно оттуда, именно по такой вот вертикальной схеме его выстроить или построить предпосылки, это тоже вещь, которую, сказать, вот мы не должны упустить, поскольку все-таки вот вы, Нью-Йорк, Москва, Париж, нет городов, есть города, в России города есть. И эти города часто больше похожи на деревни, чем на города. Вот, и даже есть какой-то, вот был очень забавный случай с Краснодаром, не так давно, летом, а в конце лета Краснодар объявил себя миллионером, не будущим совершенно, то есть это невозможно за полтора, за два года, когда там, чтобы прибавилось 140 тысяч человек. С чем-то это связано? С чем-то это связано? С какими-то критериями, сказать, которые к чему? Метро. Но метро там все равно строить, да, но в общем, во всяком случае, но это липа, вот, и как бы, когда все строят снизу вверх и вверх, внизу такие липовые потоки информационные, сказать, вот, ну вот, я не знаю, то есть это не то, чтобы реплика на ваше выступление, но вот как бы, ну просто вот еще у нас есть такой, такие гири на ногах. Ну что же, спасибо огромное, мы должны заканчивать, мы перебрали весь возможный лимит времени. Спасибо за внимание, благодарю участников. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин.